Глава двадцать пятая И взял Абраам еще жену именем Хиттуру. Она родила ему Зимрана, Иакшана, Медана, Мадиана, Ижбака и Шауха. И Акшан родил Шеву и Дидана. Сыны Дидана были Ашурим, Летушим и Леюмим. Сыны Мадиана – Ефа, Ефер, Ханнох, Авида и Елдага. Все сии сыны Хиттуру. И отдал Абраам все, что было у него Исааку. А сынам наложниц, которые были у Абраама, дал Абраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Дней жизни Абраамовой, которые он прожил, было сто семьдесят пять лет. И скончался Абраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цахара, хитиянина, которое против Мамре. На поле, которое Авраам приобрел от сынов Хеттов. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэрлахайраи. Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму Агарьегиптянка, служанка Сарина. И вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию их. Первенец Измаилов Наваиов, за ним Кидар, Адбеел, Мифсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема и Етур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их в селениях их, в кочевьях их. Это двенадцать князей племен их. Лет же жизни Измаиловой было сто тридцать семь лет, и скончался он и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Асирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила Арамьянина, из Месопотамии, сестру Лавана Арамьянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачела Ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени во чреве Твоем, и два различных народа произойдут из утробы Твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исаак. Потом вышел брат его, держась рукою своею запиту Исаава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исаав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исаав пришел с поля усталый. И сказал Исаав Иакову, «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. Отсего дано ему прозвание Эдом». Но Иаков сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». Иссав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Иссаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел. И пренебрег Исаав первородство.